Каждый день мы читаем и смотрим новости, хотя они не делают нас ни умнее, ни счастливее. 2020 год и вовсе сделал просмотр новостей актом мазохизма. Лесные пожары, пандемии, группа Ленинград продолжает выпускать клипы. Мы придумали способ сделать новости приятными. Я попросил подписчиков в Твиттере присылать мне видео своих собак, чтобы заменить ими репортажи и интервью экспертов. Конечно, мы не первая новостная передача, где в кадре животные, но все-таки. Это новости, но вместо сюжетов собаки. Неделя после голосования по поправкам в Конституцию или поправкам в Конституции ознаменовалась преследованием журналистов. Считается, что правоохранительные органы не хотели накалять обстановку в стране до голосования, но после принятия поправок с радостью взялись за любимую игрушку. Бывший журналист коммерсанта, а ныне сотрудник Роскосмоса Иван Сафронов обвинен в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Следствие считает, что Сафронов передавал секретную информацию спецслужбам Чехии. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Иван Сафронов не имел доступа к секретной информации, а значит, что обвинение не связано с его нынешней работой. Кстати, именно личность Рогозина не позволила Алексею Навальному публично поддержать Ивана Сафронова. Ему показалось лицемерным называть журналистом пиарщика Роскосмоса. Хотя все мы понимаем, что именно смутило Навального. Удивить зарубежного гостя вице-премьер Дмитрий Рогозин пытался проектом жидкостного дыхания, то есть жидкостью, в которой можно дышать. Демонстрацию провели на таксе. Собаку морды вниз опустили в резервуар. Пока ее топил лаборант, она брыкалась и пыталась выбраться. Сам Сафронов также утверждает, что причиной его ареста стала именно журналистская деятельность, и вообще он хороший мальчик. Коллеги Ивана Сафронова оперативно вышли на одиночные пикеты, но полиция занялась отломом. Журналистское сообщество России потребовало максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова, чтобы в очередной раз не оказалось, что правоохранительные органы гоняются за несуществующим врагом. Напомним, что в прошлом году журналистами Дузы Ивана Голунова пытались привлечь к ответственности за изготовление и распространение наркотиков, но безуспешно. В этот раз следствие утверждает, что обвинения абсолютно обоснованы, ведь прослушка телефона Сафронова, чтение почты и сбор улик заняли продолжительное время. Также на допрос была вызвана бывшая девушка Ивана Сафронова Таисия Бекбулатова, ныне основательница медиа «Холод». Дела Ивана Сафронова и Светланы Прокопьевой, обыски в МБХ Медиа и другие подобные случаи говорят о том, что свобода слова в стране под угрозой, и журналисты вынуждены преодолевать все большие препятствия, чтобы просто выполнять свою работу. Время зарабатывать как современный человек. Онлайн-университет Skillbox предоставляет бесплатный недельный доступ к своим учебным материалам. Нужно только выбрать направление – интернет-маркетолог, продакт-менеджер, веб-разработчик или веб-дизайнер – и начать учиться. Учеба в Skillbox требует не больше 40 минут в день. Это как посмотреть серию любимого сериала и также увлекательно. За это время вы успеете понять, интересно ли вам выбранная профессия, познакомиться с возможностями образовательной платформы Skillbox и оценить подход к обучению. Переходите по ссылке в описании, получайте бесплатную неделю обучения, а потом скидку 15% на обучение выбранной профессии. Skillbox. Добро пожаловать в будущее. На Юлию Цветкову завели очередное дело. На этот раз за пропаганду однополых отношений. Напомним, что художницы и ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой грозит до 6 лет тюремного заключения из-за рисунков на тему женской телесности. Другими словами, комсомольским силовикам не нравятся киски. В 2019 году Юлию Цветкову отправили под домашний арест, а в марте 2020 освободили. Если верить локальным источникам, в Комсомольске-на-Амуре не самая простая криминогенная обстановка, но правоохранительные органы предпочитают наблюдать за этим со стороны и вместо этого преследовать художниц. Активисты, художники и просто неравнодушные люди по всей стране в принципе не понимают, почему деятельность Юлии Цветковой это преступление. Поэтому они всеми способами распространяют информацию об этом абсурдном деле. И это правильно, потому что правоохранительные органы, особенно в регионах, больше всего боятся огласки в подобных делах. К сожалению, это все, что можно сделать в такой ситуации. Нам остается только ждать, что справедливость восторжествует. Напомню, что в России последних лет справедливостью считается условный срок. Власть с помощью подконтрольных СМИ пытается убедить народ, что все это навязано и западом ценности. Но люди просто хотят свободы и уважения. Конечно, пока попытки интеллигенции показать зубы выглядят скорее мило, чем убедительно для государства. Но хочется верить, что однажды наше общество станет гражданским и научится ценить человеческую жизнь. Главное это верить, что твой голос что-то значит. Даже если ты один. Как сообщает Росгидрометцентр, так не будет. Потому что их прогнозы сбываются примерно никогда. Синоптики обещают жару на всей европейской части России, но может быть и собачий холод. Планировать жизнь в России вообще довольно бессмысленно. Помните, сколько раз вы получали СМС от МЧС о том, что будет ураган во время урагана. Мы понятия не имеем, какая будет погода в ближайшее время, но судя по новостям, мы рекомендуем иметь при себе теплые вещи. Берегите себя. Это все новости на сегодня. Присылайте видео своих собак нам на почту. Возможно, именно ваш питомец поможет кому-то пережить 2020 год. Если у вас по каким-то причинам нет собаки, то советуем обратить внимание на Неви из приюта 50 Pets. А также хватайтесь за последнюю возможность бесплатно учиться в онлайн-университете Skillbox целую неделю. Ссылка в описании. Это были новости, но вместо сюжетов собаки. Шоу, призванное показать вам, что даже в это сложное время есть вещи, которые способны нас порадовать. Например, собаки или... Субтитры создавал DimaTorzok